МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В названии цикла «Профессия. Чему и как учат в СПБГУ» уже сформулировано самое главное. Мы рассказываем, каким специальностям можно сегодня обучиться в Первом Российском университете. И показываем, как происходит эта передача знаний и опыта от известных всему миру педагогов и ученых молодому поколению. Сегодня разговор пойдет об удивительной науке – химии. За одну секунду в человеческом мозге происходит 100 тысяч химических реакций. Да, химия не только вокруг, но и внутри нас. Фактически все, что нас окружает – это элементы или соединения разной сложности. Еще Михаил Ломоносов говорил, широко простирает химия руки свои в дела человеческие. Максим Горький восхищался этой наукой и утверждал, что химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области. Как зародилась эта наука, в чем ее полезность, востребована ли профессия химика в наши дни и есть ли у нее будущее? Наш главный собеседник – директор Института химии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, руководитель лаборатории ацетиленовой химии Ирина Анатольевна Балова. Сама она выбрала профессию химика еще в школе и ни разу об этом не пожалела. Мы с вами большие химические молекулы, внутри которых идут различные химические процессы. Мы вырабатываем вещества, с помощью которых наш организм существует. Поэтому знание и этой химии тоже очень важно для понимания того, как устроит человеческий организм. Без агрохимии мы не можем создать хороший урожай, защитить этот урожай от разных вредителей, от почвы должна получать удобрения. Это все агрохимия. Нужно защищать себя от болезней, лекарства, противовирусные препараты. А вот сейчас, когда у нас пандемия вирусная, возникла ковида, это тоже стало очевидно и понятно, что здесь развитие медицинской химии очень важно. Если вы говорите про машины, механизмы, строительные всякие материалы, то здесь вклад химиков тоже значительный, потому что колеса для машин, различные смазочные материалы, производство топлива – это все химические процессы. Поэтому химия нас окружает со всех сторон, химия – это жизнь. Поэтому так повезло мне, что я осталась в этой профессии, и не просто в этой профессии, а именно здесь, в Санкт-Петербургском университете. Насколько я считаю, что это самое замечательное место для того, чтобы учиться химии и заниматься химией. Термин «химия» связан с Древним Египтом, происхождением и первыми учеными. А первооткрывателями в химическом ремесле считаются жрецы. Искусство мумификации трупов и создания лекарств из природных даров и есть начало египетской науки. Историю химии профессионалы делят на следующие периоды. Предалхимические – тогда появилась практическая, так называемая, ремесленная химия, связанная с появлением и развитием металлургии, производства стекла и керамики, окраски тканей и даже изготовления лекарственных средств и косметики. Следующий период – алхимический. И здесь к античным представлениям о четырех элементах добавилась мистика и астрология. Алхимия параллельно развивалась в Александрии, арабских странах и Европе. Уже в XVII-XVIII веках химия отошла от мистики, и с этого времени началось становление науки. Процесс превращения химии в науку завершился открытиями Лавуазье, который в 1777 году создал кислородную теорию горения и тем самым совершил настоящую химическую революцию. Он первым в истории новой химии привел список 33 химических элементов – таблицу простых тел. Россия всерьез занялась химией с 1724 года, когда по указу Петра I в Санкт-Петербурге были созданы Академия наук и первый в стране университет, который сегодня называется Санкт-Петербургским государственным. Об истории возникновения, становления и развития химии в нашей стране написано немало книг и научных трудов. Советуем ознакомиться с исследованием Юрия Соловьева «История химии в России», вышедшим в 1985 году в издательстве «Наука». В нем подробно описаны все научные школы, развитие направлений исследований наших ученых, их роль и вклад в мировую науку. Нужно сказать, что российская история химии полна великих открытий и не менее великих имен. Назовем лишь некоторые из них. Иоганн Георг Гмелин – немецкий естествоиспытатель на русской службе. Врач, ботаник, этнограф, путешественник, исследователь Сибири и Урала. Он также служил от Юнгта, а в 1731 году стал первым профессором химии в Петербургской Академии наук. Гмелину принадлежит первое химическое исследование, опубликованное в записках Петербургской Академии наук. Статья об увеличении веса некоторых тел при обжигании. Однако основные достижения 18-го столетия в области химии в России и в СПБГУ связаны с именем Михаила Васильевича Ломоносова. Химия в университете, наверное, зародилась, когда здесь работал еще Михаил Васильевич Ломоносов. Он учился в университете, потом был профессором, ректором, создал первую лабораторию химическую, в которой занимался разработкой различных рецептур, смальт, стекол. И эта лаборатория была и научно-исследовательской, и учебной в то же время. Развитие химии как науки и ее образовательный аспект. Михаил Васильевич является таким человеком, который развивал и образование в области химии, и создавал не просто химию как науку, как науку инновационную. Дедушкой русских химиков прозвали профессора Александра Абрамовича Воскресенского, известного ученого и педагога, который был ректором Императорского Санкт-Петербургского университета в 60-х годах XIX века. Но ключевой личностью в истории химии, конечно, считается Дмитрий Менделеев. Дмитрий Иванович Менделеев, русский ученый-энциклопедист, оставил свыше 500 печатных трудов, среди которых основы химии, первый систематизированный труд по неорганической химии. В 1868 году Менделеев стал одним из организаторов русского химического общества. В 1869 году открыл периодический закон химических элементов, один из основных законов естествознания. Интересно, что свою магистрскую диссертацию Дмитрий Менделеев защитил в 1856 году именно в Петербургском университете. И с 1857 года в качестве доцента читал здесь же курс органической химии. После защиты в 1865 году докторской диссертации о соединении спирта с водой стал профессором. Кстати, во второй половине 19 века Менделеев реформировал кафедру химии нашего университета. И у нас тогда появились три основных курса – общая, органическая и техническая химия. И был веден практику по аналитической. Зачастую ассоциируется Санкт-Петербургский университет с таким великим, действительно, мирового уровня выдающимся химиком, как Дмитрий Иванович Менделеев. И это открытие, которое он совершил периодического закона в стенах Санкт-Петербургского университета, конечно, делает как бы такой вот знаковый именно это событие. Сейчас в Институте химии также работают выдающиеся ученые, продолжающие дело Ломоносова и Менделеева. Валентина Леонидовна Столярова – специалист в области высокотемпературной химии оксидных систем и материалов, академик Российской академии наук, почетный профессор СПБГУ. Ее научная группа – единственная из России по приглашению японских ученых, сейчас участвует в международных исследованиях последствий аварий на атомной электростанции «Фукусима» в Японии. Вадим Юрьевич Кукушкин – доктор химических наук, профессор, академик РАН по отделению химии и наукоматериалах. Академик РАН Анатолий Иванович Русанов – доктор химических наук, заведующий кафедрой коллоидной химии. Награжден золотой медалью имени Менделеева Российской академии наук за цикл работ термодинамика твердых поверхностей и механохимия. Сергей Владимирович Люлин – член-корреспондент РАН, обладатель почетного ученого звания профессор РАН, доктор физико-математических наук, автор около 300 научных трудов, подавляющее большинство преподавателей Института химии – кандидаты и доктора наук. Среди них Анна Алексеевна Корцова – доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, уникальный специалист в области аналитической химии. Исследует вещества в составе биологических жидкостей для диагностирования заболеваний. Анна Алексеевна многие годы преподает в Институте химии и в Академической гимназии СПБГУ. Автор учебников, сборников задач и методических пособий по химии. Научный руководитель проектной смены Института химии в Сириусе. Лекции по общей и неорганической химии, а также по органической химии читают профессора Алексей Юрьевич Тимошкин и Михаил Сергеевич Новиков. Победители конкурса педагогического мастерства СПБГУ, ведущие ученые Института химии, работы которых известны как в России, так и за рубежом. Лекционный курс аналитической химии ведет профессор Андрей Васильевич Булатов. Доктор химических наук, профессор РАН, член редакционной коллегии журнала аналитической химии. Член научного совета по аналитической химии РАН, научный руководитель Ирины Тимофеевой и Андрея Шишова. Лауреатов премии президента Российской Федерации для молодых ученых в области науки и инноваций за 2022 год. Я глубоко убеждена, что хорошего химика невозможно выучить онлайн и невозможно выучить с помощью только учебников и записей лекций. Конечно, это прежде всего практические навыки. И в наших образовательных программах большую долю занимает практику и лабораторные работы. Наверное, одну четверть, можно, в учебном времени, которые студенты проводят, они проводят в лабораториях. Но кроме этого, после учебных занятий многие идут работать в научно-исследовательские лаборатории. Они работают в составе проектов, поддержанных грантами РНФ. Они имеют возможность представлять свои научные исследования на конференциях самого разного уровня, начиная от студенческих или молодежных конференций, качая конференциями, которые международными проводятся и в России, и за рубежом. И эти результаты затем публикуются в международных научных журналах. Я могу сказать, что многие из тех, кто в этом году получал диплом, я вручала дипломы выпускникам бакалавриата и магистратуры, они к моменту завершения своего обучения уже были авторами одной или нескольких научных публикаций. Сегодня в Институте химии учат по двум образовательным программам бакалавриата – химия и химическое материаловедение. Химия – более фундаментальная программа с упором на теорию. Естественно, научные, нехимические и гуманитарные дисциплины занимают около 30% учебных часов. Программа «Химическое материаловедение» отличается от просто химии более практическим уклоном. Конечно, без гуманитарных блоков тоже не обходится, но упор делается на подготовку будущих ученых в сфере материалов и нанотехнологий, синтеза, исследований и применения новых функциональных материалов. Сама образовательная программа «Химическое материаловедение» существует в рамках направления «Химия, физика, механика материалов». В материаловедении в целом мы смотрим на вещество уже не столько как на объект исследования, почему оно такое, как там, что внутри, но как на целевой продукт. Мы хотим сделать материал заданными свойствами, мы хотим функционализировать этот материал. И главная особенность учебного плана «Химическое материаловедение» в том, что по сравнению с химией у студентов есть больше возможностей как раз-таки практической работы и деятельности в лаборатории. Образовательные программы Института химии Санкт-Петербургского университета отличаются тем, что здесь студенты с первых курсов вовлекаются в исследовательские проекты и вступают в научные группы. А куда и кому идти, расскажет научное студенческое сообщество, которое специально готовит для первокурсников обзоры на экскурсии по кафедрам и научным группам. Каждая кафедра специально размещается, чтобы студенты понимали, какие основные направления исследований, какие результаты получены, где какие публикации, какие проекты научные. Потому что финансирование каждой кафедры, каждой группы тоже дает возможность студентам дополнительно выплачивать какие-то вознаграждения. Студенты работают у нас не на общественных началах, они являются участниками научных проектов тоже с первых практически курсов. Поэтому это дополнительная к стипендии еще доплата за эту работу. Ну, конечно, право присоединиться к научной разработке, да еще и не бесплатно, надо заслужить. Внимание! Ирина Анатольевна дает хороший совет, как это сделать. Конкуренция за хороших студентов, которые хорошо и мотивированы, и активно работают. За таких мы боремся с первого курса. Научная работа студентов зачастую ведется на базе ресурсных центров научного парка СПБГУ. Сейчас в университете их 23. В том числе шесть из них в здании, где находится Институт химии. Это открытая площадка для ученых со всего мира, где они могут использовать современное оборудование для реализации своих проектов. Есть приборы, связанные с газовой, жидкостной хроматографией, а также для анализа состава веществ. Конечно, преподаватели и студенты СПБГУ пользуются преференциями. Химики Санкт-Петербургского университета имеют все самые лучшие возможности для проведения исследований, потому что оснащение ресурсных центров научного парка, связанных именно с нашими исследованиями, оно наилучшее. Многие мои коллеги, включая коллег из Московского университета, с завистью говорят о том, что за оборудование мы имеем и какие возможности мы имеем для работы. И в этом отношении, конечно, наши результаты и результативность нашей работы обеспечивается возможностью использовать это оборудование ультрасовременного, самого лучшего класса. Исследования студентов, аспирантов и преподавателей регулярно публикуются в научных журналах. За этим тщательно следит директор Института химии. В Институте химии директор Института установил такие требования к преподавателям, что они обязаны, кроме образовательной деятельности, проводить еще и научную работу. И в момент, когда наступает конкурсная процедура, переизбрание по конкурсу, каждый преподаватель должен предъявить научные публикации в международных научных журналах очень высокого уровня, рейтинговых, которые хорошо цитируются, чтобы работы, которые делаются в Институте химии, были известны, и они известны во всем мире. На базе ресурсных центров студенты могут вести свои дипломные проекты или, как их сейчас называют, выпускные квалификационные работы. Также у них есть возможность участвовать в исследованиях, которые получают грантовую поддержку. Высококвалифицированный преподавательский состав Института химии сегодня вывел Санкт-Петербургский университет в лидеры по количеству правительственных и академических научных грантов среди вузов страны по химии. Но гранты на исследования выделяет и сам университет. Гранты выделяют научные фонды на конкурсной основе. Гранты выделяет Санкт-Петербургский университет также на конкурсной основе. Они в том числе покрывают расходы на поездки, на конференции, в различные командировки, на стажировки. И вот, собственно, гранты – это финансирование научного проекта в определенный период, обычно это 2-3 или 4 года, возможно, продление. И выигрывают, соответственно, люди эти гранты достаточно успешно. Могу сказать, что в Институте химии, наверное, в, не ошибусь, в Санкт-Петербургском университете самый высокий процент тех преподавателей и одновременно ученых у нас это неразделимо, которые такие гранты имеют. Профессора Института химии СПБГУ Ирина Тимофеева и Андрей Шишов получили грант от Российского научного фонда и разработали методы быстрого и точного химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов. Сейчас такой подход модно называть зеленой аналитической химией. Ученые нашли и синтезировали новые вещества, выполняющие роль экстрагентов – растворители, которых способны извлекать определяемые соединения из пробы. То, чем чаще всего наша лаборатория как раз и занимается – разработки новых методик анализа контроля качества определения каких-то компонентов. Например, моя кандидатская диссертация была посвящена анализу биодизельного топлива. Это достаточно новый объект анализа, потому что дизельное топливо очень-очень давно уже применяется в промышленности и разработано уже большое количество гастированных стандартных процедур, методик анализа его определения серых, тяжелых металлов, присадок и так далее. А когда появилось новое биодизельное топливо, это новый состав, новые вещества там нужно определять. Например, в дизеле не определяют глицерин, а в биодизеле определяют глицерин, потому что биодизель получается из природного сырья, в процессе выделяется большое количество глицерина. Соответственно, это новое вещество, которое нужно определять в новой матрице. И вот для определения глицерина мы в том числе тоже разрабатывали разную процедуру анализа. Очень-очень много направлений – биологическая, химия, физическая, электрохимия, лазерная химия и так далее. И химик-аналитик, он должен достаточно хорошо понимать разные аспекты. Успехи профессоров Ирины Тимофеевой и Андрея Шишова уже не раз отмечались научным сообществом. Они также удостойны премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Сейчас они продолжают научную работу и руководят своими лабораториями, куда регулярно привлекают студентов на стажировки. Ближе к пятому курсу, к шестому курсу они уже формируются в молодых научных исследователей, и уже хотят брать более глобальные проекты, более такие значимые, может быть, требующие больше эрудиции, внимания. И, собственно, мы стараемся поддерживать этот интерес как только можно. Может быть, брать на научные конференции, на какие-то стажировки межвузовские отправлять. Такие студенты нас, конечно, очень радуют, и мы всегда открыты к исследованиям. В команде Ирины Тимофеевой сейчас магистрантка Института химии Мария Кочеткова. Студентка по гранту Российского научного фонда занимается разработкой способов определения аскорбиновой кислоты в продуктах детского питания. Само по себе это вещество полезно, но его избыток приводит к негативным последствиям, например, к расстройству желудка или аллергическим реакциям. Исследование Марии под руководством Ирины Тимофеевой приведет к созданию тест-полосок по выявлению кислоты в пище. Но до этого впереди еще много часов, которые ей предстоит провести в лаборатории. Я точно знала, куда я хочу, и хочу именно в Санкт-Петербургский государственный университет, поскольку здесь есть большая возможность для студентов, чтобы заниматься именно научной деятельностью. Сравнивать с какими-то производственными задачами, то в науке для меня как-то больше творчества, то есть можно разработать методику какую-то интересную, то есть разработать то, что раньше не было осуществлено, работать с экологически безопасными веществами, делать что-то полезное, но не повторять то, что уже было сделано ранее, как на производстве, например. После окончания бакалавриата перед выпускниками Института химии СПБГУ открывается множество дорог. Они могут сразу окунуться в производственную деятельность или продолжить обучение в магистратуре, а затем и аспирантуре, чтобы стать учеными. К слову, спрос на поступление в магистратуру достаточно высокий. И это подтвердили нам летом 2023 года выпускники бакалавриата. Во время церемонии вручения дипломов. Лично мне было интересно, как они планируют свой дальнейший путь. Когда мне вручали диплом, сказали, что хотят видеть меня в Академии наук. Мне кажется, это неспроста, возможно, потому что от меня ждут очень больших научных совершений, и я постараюсь эти ожидания оправдать. Для меня изюминка в том, что результат своих трудов можно увидеть глазами, прям поделать все руками на реальных объектах, не наука ради науки. Не просто где-то там что-то, все твои результаты налицо. Мой диплом был про соединения, которые являются неорганическими аналогами органических соединений. Они проявляют довольно своеобразные электронные свойства и могут использоваться в изготовлении светочувствительных материалов или использоваться в материаловедении, как, например, огнеупорные покрытия. Это химия нового типа соединений, которые до этого не были широко известны, и я впервые в рамках нашего института химии старался внести вклад в изучение принципиально новых соединений. В магистратуре столпы те же химия и химическое материаловедение. Третья программа совсем недавно прошла ребрендинг и получила название «Материалы высоких технологий». Там изучают наноматериалы, системы и технологии. Она реализуется на кафедре высокоэффективных материалов и изделий, которую возглавляет профессор и директор Абуховского завода Михаил Подвязников. Кстати, для любителей информационных технологий в этом году открыли еще одну программу магистратуры – цифровые технологии в химии. Ее выпускники будут не только химиками, но и айтишниками. Программа нацелена на решение предкладных задач, возникающих на химическом производстве. Она позволит студентам получить компетенции в области компьютерного моделирования, химических процессов, обработки больших данных и работы с цифровыми двойниками. Но вообще магистратура дает студентам возможность более широкого выбора. Студент может выбрать определенный набор курсов и собрать себе индивидуальную образовательную траекторию, так называемую. То есть он может сам сформировать те курсы, которые он хочет слушать, на основании своих знаний, умений, навыков и планов дальнейшего трудоустройства. То есть в зависимости от того, куда он дальше хочет идти работать, он смотрит соответствующие вакансии и набирает соответствующие курсы, которые будут обеспечить ему те навыки, которые нужны работодателю. Например, если вы хотите специализироваться в аналитической химии, то, соответственно, вы будете слушать курсы по аналитической химии, разнообразные методы анализа изучать, учиться с этим работать, получать дополнительную информацию о том, как делается пробоподготовка и так далее. На ступени аспирантуры Институт химии ждет тех, кто готов к написанию кандидатской диссертации и началу академической карьеры. Это уже не студенчество, а настоящая наука. Что же касается аспирантуры, или как еще их по-другому называется, программы подготовки кадров высшей категории, то это люди, которые должны делать то, что еще никто не делал. Открывать что-то новое, неизвестное, предлагать какие-то новые концепции. Ответственно, выпускники аспирантуры, они нужны в любой науке, как это в академической науке, то есть остаться здесь, в университете, работать в каком-то институте, работать в заводе, там тоже есть наука прикладная, уже ближе к этому. Вот, в принципе, задача выпускников аспирантуры, кандидатов в наук. Академическая карьера выпускников аспирантуры в первую очередь возможна в своей же альмаматор Институте химии СПБГУ. Здесь есть все возможности для профессиональной самореализации. Например, Андрей Шишов очень рад, что связал свою жизнь именно с университетом. Пришел с первого курса, вот так здесь как бы и остался. При этом, естественно, было там большое количество и стажировок, и в Европе, и в Азии, там в Японии я был месяц, работал в университете, в Европе работал. К нам приезжали тоже ребята из других стран, из других городов, из России, тоже приезжают, там из Калининграда, из Саратова, из Москвы, из Казани. То есть такая-то очень-очень-очень живая система. И наука, в принципе, она открывает огромное количество дверей. То есть если ты хочешь путешествовать, если ты хочешь как бы видеть мир, общаться с людьми во всем мире, на вот этом каком-то универсальном языке науки, наука, она как раз открывает эти возможности, потому что хороший специалист, он везде будет ценен. А у нас, правда, очень хорошее образование, очень хорошее фундаментальное базовое образование, которое очень ценится везде. Выпускники Института химии СПБГУ могут также успешно реализоваться, если сразу после бакалавриата или магистратуры идут работать на производство. Работодатели, к слову, начинают присматривать себе будущих сотрудников среди наших студентов уже с третьего года обучения. Те студенты, которые заканчивают и получают дипломы Санкт-Петербургского университета, они самообучаемы, способны к обучению, поэтому они как горячие пирожки на расхват у нас разными компаниями и фермами разбираются. В качестве примера могу привести наше заседание государственных аттестационных комиссий, экзаменационных комиссий, где проходят защиты дипломов, выпускных и эволюционных работ. Ко мне обращаются из различных фирм с просьбой, а можно мы посидим, посмотрим, поучаствуем, может быть, мы кого-то пригласим к себе работать. Большая часть участников этих комиссий является представителями работодателей. Это правило и закон нашего Санкт-Петербургского университета. Для того, чтобы заинтересовать наших выпускников, нужно иметь очень хорошие условия работы, поскольку ребята амбициозные, те, кто у нас учатся, это действительно лучшие абитуриенты, поступают к нам, и это одни из лучших выпускников, специалистов в области химии, поэтому они хотят, чтобы их дальнейшая работа была также интересной, чтобы она была творческой и хорошо оценивалась. То есть, они достаточно высокие, имеют запросы. Среди партнеров Института химии Санкт-Петербургского университета крупнейшие вузы Европы, скандинавских стран США и Китая. Поэтому наших выпускников нередко приглашают для участия в иностранных проектах. А каков рынок труда для химиков в России? По данным городработ.ру, средняя заработная оплата молодого специалиста химика в октябре 2023 года составила 53 тысячи рублей. Найти компанию с оплатой в несколько сотен тоже реально. Все зависит от квалификации. Без работы не остается никто. Как выяснили ученые высшей школы экономики, нашей стране химики нужны даже больше, чем программисты. Один из наших выпускников, защитив кандидатскую диссертацию, и поехал работать в Братске. Поскольку там есть фарма-синтез фармацевтической компании, он сразу же после защиты возглавил там отдел разработки РНД. Его пригласили работать. И сейчас он сюда уже приезжает искать к себе сотрудников, поскольку там очень хорошие зарплаты. И самое главное, он сказал, что мне интересно заниматься тем, что будет приносить пользу людям. А это как раз разработка новых лекарственных веществ. Его зовут Даниил Жуковский. Он заканчивал кафедру медицинской химии. Так что здесь знание – это сила, это известная. Тоже еще одна цитата. И такой журнал у нас был «Химия и жизнь» и «Знание – сила». Те знания, которые получают наши выпускники, это очень хороший стартовый капитал. А на хорошем базисе строится хорошее крепкое знание. Чтобы поступить на программы бакалавриата Института химии СПБГУ, нужно постараться издать все необходимые предметы ЕГЭ. На программу «Химия» нужна, естественно, химия, русский язык и еще один предмет по выбору – математика, физика, биология или информатика. Минимальный порог от 58 до 60 баллов, в зависимости от предмета. На этой программе 80 бюджетных мест и 5 по договору. На химическом материаловедении все немного по-другому. Здесь для абитуриентов открыто 25 бюджетных мест и 5 платных. Список предметов тот же, но расставлены другие акценты. Обязательно нужно сдать математику и русский язык. А химия, физика и информатика – тут по выбору. По сравнению с другими специальностями, на химии много бюджетных мест. Однако расслабляться не стоит. В 2023 году минимальный проходной балл на химию был 273, а на химическое материаловедение – 251. Для естественно-научных направлений это достаточно высокие баллы. В общем, поступить непросто. Зато, как заявляет Ирина Анатольевна, если вы уже поступили, шанс отчислиться небольшой. У нас отсев небольшой, поскольку очень довольно строгий отбор у нас, и конкурс хороший, поэтому мы имеем возможность отобрать самых лучших и сильных. Причем именно в трех предметах, не только по химии, очень важна математика и русский язык. Рейтинг, который высшая школа экономики каждый год публиковала, о том, какой средний балл ЕГЭФ, какие вузы, на какие образовательные программы. Так вот, мы долгое время, Санкт-Петербургский университет в этом рейтинге удерживал первое место. В этом плане мы обгоняли даже Московский университет, поскольку к нам поступали по трем предметам с лучшим баллом ЕГЭ. Помимо высоких баллов ЕГЭ, облегчить поступление можно участием в Олимпиадах. Победители проходят отбор без вступительных испытаний. Особо повезет тем ребятам, которые проявили себя в Олимпиаде школьников СПБГУ по химии. Но и про школьные проекты не забывайте, они тоже учитываются. Некоторые школы подписали договор с нашим университетом. Их ученики свои химические исследования могут проводить прямо в Институте химии, в ресурсных центрах. Также в помощь будут подготовительные курсы. Они проводятся нашими университетскими преподавателями химии, начиная с октября каждого года. Туда приходят изучать программу, естественно, школьную. Ту программу, которая входит в государственный экзамен школьников по химии, ЕГЭ. Поэтому там практически занятия по решению различных задач, которые разбирают примеры, которые могут потом попасться на экзамене. Если вы не боитесь трудностей и хотите поступить в Институт химии Первого университета России, запаситесь терпением и активно готовьтесь к экзаменам. Это главный ключ к успеху. Результат точно того стоит. Лучшие преподаватели, современное оборудование ресурсных центров, безграничные возможности для проведения научных исследований. После такого опыта проблем с трудоустройством точно не будет. Могу дать совет быть уверенными в себе, поступать в Санкт-Петербургский университет, подавать сюда документы. И самое главное, что не торопиться, если они считают, что им недостаточно баллов, не торопиться забирать эти документы. Второй совет, который могу дать, если вы не попадаете сразу к нам в Санкт-Петербургский университет, у нас есть возможность переводов на последующие, для обучения на наши программы уже на первом курсе. Например, после первой сессии есть возможность перевестись. Пройти тоже нужно будет, соответственно, отбор. И продолжать обучение в Санкт-Петербургском университете. То есть никогда не терять надежду. Если вы готовы связать свою жизнь с этой удивительной наукой и совершать открытия, которые могут перевернуть мир, поступайте в Институт химии. Жалеть об этом выборе не придется. С вами была ведущая Ксения Якимович. До встречи в СПБГУ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова